Я сегодня буду выступать и дарить всем зрителям рождественское настроение. От мала до велика в домашней атмосфере. Для православных верующих идет особое время года – святки. Большой рождественский концерт в Среднерусском институте управления стал уже доброй традицией. Сюда приходят по велению души послушать церковные песнопения и восславить один из важнейших церковных праздников. Собираемся вместе здесь радуемся родившимся Христу, так как праздник светлый, праздник радостный, то и все присутствующие, я думаю, наверняка еще эту радость усилят в своих душах. И эту радость они передадут тем, кто не присутствует на этом концерте. У нас исторически сложилось взаимоотношение нашего института, Среднерусского института управления и нашей епархии, Орловской епархии. Они исторические, добрые. Мы прежде всего преследуем одну основную цель – это воспитание духа Русской Православной Церкви в нашем молодом поколении. Объединить не людей, а их светлые помыслы и веру в будущее – это то, для чего собрались здесь. Мы хотели бы донести духовно-просветительскую мысль о рождении Господа, чтобы каждый человек в своем сердце радовался Рождеству Господу и Спасу. Многоголосье, знаменное пение и звучание скрипки – программа рождественского концерта разнообразна. Для большинства исполнителей хор – не только работа, а любимое увлечение, чему отдают душу. Светлана Мамаева трудится в должности преподавателя православного пения в музыкальной школе имени Коболевского. Она признается, что для ее воспитанников рождественские праздники – это особая пора. Приход Рождества – это сказка, это чудо, это надежда на будущее. Наталья Чунина, Олег Фомин, Телеканал «Первый областной».